Псалом 137. В день, когда я возвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя Господи все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек, дел рук твоих не оставляй. Второе послание к Коринфянам, святого апостола Павла. Глава 10. Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что как он Христов, так и мы Христовы. «Ибо если бы я и более стал хвалиться нашою властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями. Так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Такой пусть знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как недостигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь». Вторая книга царств Глава первая По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения Амалекитян и пробыл в Секелаге два дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Пришедший к Давиду, он пал на землю и поклонился ему, и сказал ему Давид, «Откуда ты пришел?» И сказал тот, «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид, «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал, «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его, и Анафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, «Как ты знаешь, что Саул и сын его, и Анафан, умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему, «Я случайно пришел на гору Гелвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал, «Вот я». Он сказал мне, «Кто ты?» И я сказал ему, «Я Амалекитянин?» Тогда он сказал мне, «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. «И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их к Господину моему сюда». Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, «Откуда ты?» И сказал он, «Я сын пришельца Амалекитянина?» Тогда Давид сказал ему, «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему, «Подойди, убей его». И тут убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, «Я убил помазанника Господня». И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сею плачевную песнею. И повелел научить сынов Иудинных Луку, как написано в книге праведного. И сказал, «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, Лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Вторая книга царств. Глава вторая. После сего Давид вопросил Господа, говоря, идти ли мне в какой-либо из городов иудинных? И сказал ему Господь, иди. И сказал Давид, куда идти? И сказал он, в Хеврон. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахинаама, изреэлитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого, семейством его, и поселились в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иовиса Галацкого погребли Саула. И отправил Давид послов к жителям Иовиса Галацкого сказать им, благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость господину своему Саулу и погребли его. И ныне да воздаст вам Господь милостью и истинною, и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали. Ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны, ибо господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою. Но Авенир, сын Неров, начальник войска Саулова, взял Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим. И воцарил его над Галаадом и Ашуром и Изриелем и Ефремом и Вениамином и над всем Израилем. Сорок лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он воцарился над Израилем и царствовал два года. Только дом Иудин остался с Давидом. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над домом Иудиным, было семь лет и шесть месяцев. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына Саулова, из Маханаима в Гаваон. Вышел и Иоав, сын Саруи, со слугами Давида, и встретились у Гаваонского пруда, и засели те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. И сказал Авенир Иоаву, пусть встанут юноши и поиграют пред нами. И сказал Иоав, пусть встанут. И встали, и пошли числом двенадцать вениамитян со стороны Иевосфея, сына Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф Хатсурим, что в Гаваоне. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с людьми израильскими был поражен слугами Давида. И были там три сына Саруи, Иоав, и Овеса, и Асаил. Асаил же был легок на ноги, как серна в поле. И погнался Асаил за Авениром и преследовал его, не уклоняясь ни направо, ни налево от следов Авенира. И оглянулся Авенир назад и сказал, «Ты ли это Асаил?» Тот сказал, «Я». И сказал ему Авенир, «Уклонись направо или налево, и выбери себе одного из отроков, и возьми себе его вооружение». Но Асаил не захотел отстать от него. И повторил Авенир еще, говоря Асаилу, «Отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю, тогда с каким лицем явлюсь я к Иоаву, брату твоему?» Но тот не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотивши копье, поразил его в живот. Копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все проходившие через то место, где пал и умер Асаил, останавливались. И преследовали Иоав и Овеса Авенира. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Амма, что против Геаха, на дороге к пустыне Гаваонской. И собрались венеамитяне вокруг Авенира и составили одно ополчение и стали на вершине одного холма. И возвал Авенир к Иоаву и сказал, «Вечно ли будет пожирать меч, или ты не знаешь, что последствия будут горестные, и доколе ты не скажешь людям, чтобы они перестали преследовать братьев своих? И сказал Иоав, «Жив Бог, если бы ты не говорил иначе, то еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих». И затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир же и люди его шли равниную всю ту ночь, и перешли Иордан, и прошли весь Бетрон, и пришли в Маханаим. И возвратился Иоав от преследования Авенира, и собрал весь народ, и не доставало из слуг Давидовых девятнадцати человек, кроме Асаила. Слуги же Давидовы поразили венемитян и людей Авенировых, пало их триста шестьдесят человек, и взяли Асаила, и похоронили его в гробе отца его, что в Вифлееме. Иоав же с людьми своими шел всю ночь, и на рассвете прибыл в Хеврон. Продолжение следует... Асаила. Асаила. Асаила.